Здравствуйте! Я вас приветствую, благодарю за такие интересные доклады предыдущих докладчиков. Надеюсь, что немножко внесу тоже такого своеобразного восприятия развития прибрежных территорий именно в разрезе реализации программы разметия внутреннего туризма. Этот год очень дал большой толчок для того, чтобы мы все взглянули наконец на наше внутреннее пространство, на возможности для развития туризма. И с начала года, и даже это продолжение предыдущей такой политики развития внутреннего туризма, достаточно большую поддержку для развития туризма оказывают государственные корпорации и Федеральное агентство по туризму, которое имеет определенные планы развития. Мы обратили внимание, что большое развитие уделяется непосредственно возможности создания туристических объектов на побережьях рек, так как эти маршруты являются привлекательными и являются маршрутами выходного дня. И создаются программы, как, например, на портале Russia Travel, где каждый человек может увидеть доступность на расстоянии выходного дня, где он может посетить соседние территории. И также очень интересный проект был запущен весной. Это фактически 50% субсидии на создание модульных некапитальных гостиниц для того, чтобы увеличить значительное количество мест размещения. Я надеюсь, что кто-то из вас принимал участие в грантах, кто-то будет еще принимать участие. И вот хотела показать те интересные сценарии, которые могут быть реализованы на наших реках. Один из проектов, я изучала разные проекты, один из проектов мне понравился особенно, это очень амбициозный начинающий проект, это сеть яхтенных глэмпингов. Слово глэмпинг нам уже несколько лет слышно. Глэмпинг, гламурный кемпинг, палатки с кондиционерами. Но у нас в Сочи несколько удачных проектов мы видим, когда люди приезжают на природу отдохнуть и как бы изнутри оказаться в природе. При этом это не просто палатка, это не туризм, это действительно достаточно комфортабельное место размещения. Так вот, на Волге я обнаружила такой проект, точка Немо называется, сеть яхтенных глэмпингов на берегах больших водоемов. Что это такое? Это фактически малые архитектурные формы, небольшие объекты. Их уникальность в том, что на территории такой туристической базы совершенно разные объемы размещены. Это и дома на деревьях, это и круглые дома, геокупола. И здесь создается территория впечатлений. Также отличительной особенностью этого проекта является создание возможности входа в большой яхтинг. Здесь оборудованный причал, и территория предполагает семейные смены по обучению яхтинга. То есть приглашаются семьи, которые могут не просто отдохнуть, сходить в лес, прогуляться, но и в то же время обучаться яхтингу и вовлекать своих детей в такое обучение. Вот этот объект, он располагается на Волге, недалеко от Ярославля. И, как я изучаю, обнаружила, что планируется определенное развитие. И я думаю, что это один из таких примеров, как можно прочесть рекреационные пространства вдоль береговых, в непосредственной близости от городов, создавая такие точки рекреации выходного дня. Причем эти проекты очень хорошо интегрируются с программами агентства по туризму и корпорации. И фактически имеют возможность заявляться на определенные гранты. Также один из интересных таких проектов, которые мы зачастую могли видеть на водоемах Голландии, Германии, Австралии. Вот такие интересные объемы. Это фотографии из интернета, хаус-боты, это проживание на воде. Это тоже функция рекреационная, это фактически дача на воде популярная. И вот такой отель, с таким проектом удалось познакомиться в прошлом году на мероприятии. В Дубае мы были и представляли. В Дубае первый плавучий дворец отель класса «Люкс». То есть это не просто дача, это уже серьезное сооружение на воде. Можно рассматривать развитие таких объектов. В чем их преимущество? Это фактически те же модульные гостиницы, при этом у них класс как у плавсредств. Здесь интересные были представлены на форуме эти объекты. Причем гостиница класса «Люкс» предлагается в продажу. 12 вилл на воде, они входят в гостиничный комплекс. Но за счет продажи отдельных объектов возможность по определенному финансовому сценарию реализации этих проектов. У нас тоже возможно определенные рассматривать возможности развития именно гостиничных комплексов на берегу. Это уже с нами поделились материалами наши партнеры, компания «Слопласт». Разработки они ведут достаточно давно, хаусбутов из своих материалов. И вот уже несколько объектов готово. Вот так оригинально это выглядит зимой, в снежное, в холодное время. Но, тем не менее, перспективы развития и освоения русел рек и побережья при помощи вот таких плавающих отелей или плавающих дач, я думаю, что это очень интересно, перспективно. За то время, пока мы с вами не виделись, с прошлого года была концепция яхтенного туризма в Российской Федерации утверждена. Председателем правительства Мишустина это дает возможность для развития и яхтинга, и строительства марины, развития судоходства. Многие компании и предприятия сейчас опираются в своих программах по стратегическому развитию на это положение. И я поделюсь нашими разработками по сети марин на Азово-Черноморском побережье. Фактически, возможность осуществления передвижения река-море. И ряд проектов сейчас находятся тоже в стадии реализации. Программа по развитию строительства марин на побережье Сочи за этот год тоже получила поддержку и на уровне краевом, и на муниципальном. Была создана программа, была утверждена концепция по развитию инфраструктуры яхтинга города Сочи. Определены пилотные объекты, которые сейчас входят в документацию территориального планирования и в стратегию города. Несколько объектов пилотных я вам покажу. И один из серьезных объектов, который является рекреационным и способствует развитию территории береговой зоны, это рекреационный комплекс «Марина Каньон Прохладный». Мы считаем, что он является неким объектом, алгоритм строительства которых может быть применен и на море, и на реке. Потому что в первую очередь мы должны рассматривать рекреационные объекты и объекты инфраструктуры яхтинга комплексно. То есть это одновременно и территория, и одновременно акватория для размещения плавсредств. Вот в том числе, вот здесь у нас причальная стенка для размещения хаусботов. И непосредственно гостиничные комплексы, общественные пространства. Несколько иллюстраций, как могут выглядеть общественные пространства. Мы видим это сочетание факторов рекреационных и для отдыха на воде, и гостиничные комплексы полноценные. Конечно, они могут быть разного размера, они должны быть применительно к тем условиям берега и запроектированы, продуманы. Это вот такое место, где на побережье нет совершенно никаких территорий на суше. Это только можно осуществить за еще создание искусственного земельного участка. Но в других местах будут, естественно, совершенно другие предложения с использованием и подземного пространства, эффективного, и интеграции в существующий рельеф. Вот, собственно говоря, так немножко начала с маленьких объектов, закончила такими глобальными объектами. Хотела вас познакомить с нашим видением развития прибрежных территорий и с возможностями для всех нас участвовать в этих проектах. Спасибо. Спасибо.